Новости на телеканале Видное ТВ в студии Татьяна Брылова. Здравствуйте! Вначале расскажу коротко о некоторых темах выпуска. Святый Екатерининский мужской монастырь отметил 360 лет со дня основания. Наш приход – это единая семья, где все помогают друг другу, поддерживают друг друга. Каков он Фатамир Вячеслава Гаевского узнали посетители выставки с одноименным названием. Я даже сам себе понравился в этой ситуации. Спарта НК встретилась с польской командой Гонжу. Кто оказался сильнее? Думаю, все нормально. Это просто стратегия такая. Все так и задумано. 7 декабря, в День памяти, святой великомученице Екатерины свой престольный праздник отмечает Свято-Екатерининский мужской монастырь. Этот год для храма стал еще и юбилейным, ведь монастырь основан был ровно 360 лет назад. О прошлом и настоящем Екатерининской обители в нашем сюжете. История появления монастыря похожа на чудо. О том, как царь Алексей Михайлович, оставшись на ночлег во время охоты в этих местах, увидел во сне святую великомученицу Екатерину, которая сообщила ему в вести о рождении дочери, и как после царь повелел основать монастырь, из уст в уста передают друг другу местные жители и прихожане храма. История, не столь отдаленная, свидетелями которой были люди, в том числе и ныне живущие, с чудом вряд ли сравнима. В 30-е годы прошлого столетия монастырские стены превратились в тюремные. Боль и стоны заключенных – все это услышали они. А после были годы забвения. Но русский народ даже в это время жил верой в Господа. А потому настал день, когда обитель начали возрождать. То время хорошо помнит Александр Козлов, бывший начальник школы милиции. И мы рады то, что вот эта территория, которая была порогана, она, в общем-то, возродилась и продолжает, как говорят, свою деятельность на благо православной церкви. В возрождении монастыря принимали участие и видновские казаки. Ведь с православием судьба казачества связана уже более тысячи лет. У нас здесь уже пять лет, вот под двуглавым орлом. У нас и келья. Мы охраняем, помогаем, чем можем, и воспитываем детей и внуков в этом направлении. Ведь почему мы уничтожали священство и казачество? Потому что это стержень русского народа. Сегодня на праздничную литургию собралось несколько сотен верующих. Особым событием для всех стал приезд митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия, который по традиции каждый год в этот день возглавляет божественную литургию. Его встречали во дворе храма с хлебом с солью. Глава Ленинского района, также посетивший в этот праздничный день Святый Екатерининский монастырь, преподнес цветы и подарок его настоятелю. Если Богу не пилобрели, Бог очень радует. Более четверти века назад началось возрождение храма. Сегодня это место любимое и почитаемое верующими со всей страны. Но для видновчан Святый Екатерининский монастырь стал родным и близким. Наш приход – это единая семья. Где все помогают друг другу, поддерживают друг друга. И в столь непростое время мы с верой, надеждой и радостью приходим в наш храм. И очень особо почитаем Святую Великомученицу Екатерину. В честь славного юбилея и престольного праздника во дворе накрыли столы, за которыми каждый желающий смог угоститься чаем и сладостями. В районном историко-культурном центре открылась фотовыставка под названием «Фотомир» Вячеслава Гаевского. Фамилия автора хорошо знакома видновчанам. Отец фотохудожника Павел Федорович Гаевский – первый директор Московского коксогазового завода, в честь которого названа одна из улиц в Видном. На открытии экспозиции побывала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. Единственное, что нужно – острый глаз, желание увидеть в самых банальных вещах, увидеть что-то красивое, присматриваться. И тогда вы увидите эту красоту. Красоту Вячеслав Гаевский научился видеть в самых простых вещах. На этих снимках нет диковинных животных и экзотических стран. Все понятно и знакомое. И выставку делать поначалу фотохудожник даже не помышлял. Кое-что он мне показывал, я это видел, и тогда я ему сказал, что надо делать выставку. Наверное, не я один говорил, но я вот ему это говорю каждый раз, что выставку надо делать, надо делать. И вот сегодня он мне открылся уже не как мой знакомый, товарищ, близкий, как земляк, как коренной видновчанин, но и вот в этом замечательном творческом качестве фотохудожника. С фотоаппаратом Вячеслав Гаевский дружил с детства. За долгие годы сменил множество техники и сделал сотни снимков. Но на вернисаже представлены фотографии, снятые только в последние 7 лет. Всего 212 работ. Мы все снимаем, да, начиная с детства, у всех есть фотоаппараты. Но серьезное отношение к фотографии, по-настоящему серьезное, как ни странно, возникло у меня в пенсионном возрасте. Потому что появилось время, раньше его не было. А для творчества требуется время. Художник смело работает в самых разных жанрах. Портрет, пейзаж, репортаж, спорт, макросъемка. И в каждой работе пытается представить зрителю свое, оригинальное видение окружающей жизни. Это чудо, которое нас здесь окружает. Это природа. Это говорит не о том, что человеколюбитель, а что это настоящий профессионал. В экспозиции размещены работы из циклов «Мой город», «Путешествия», «Мир насекомых», «Цветы». Отдельное место занимают портреты, на которых некоторые из гостей узнали себя. Я даже сам себе понравился даже в этой ситуации. Ведь уже восьмой десяток, думаю, сколько же в жизни пришлось пережить, чтобы вот эти морщины, вот эту бороду заработать. А вот Вячеслав Павлович, он это, наверное, понял. И он не стал меня приукрашивать и сделал меня таким красивым. Выставка напрочь лишена любительщины. Каждая работа сделана очень профессионально и с большой любовью к деталям. Хотя заметно, что для обработки фотографий художник смело использует современные компьютерные программы. Мне понравилась фотография. Пчела сидит на цветочке, потому что там цвета очень красивые. И фото художник изобразил очень красивым, как бы фотографировал, понятно. Ничего там не размылось. И мне очень понравилось. Ясно. А настроение какое там у этой фотографии? Радостное, мне так кажется. Хотя все боятся все. География работ не очень обширна. Небольшая часть снята в Америке и в некоторых уголках России. Чуть больше на даче. Но большинство фотографий посвящено основному источнику вдохновения. Самое главное – это город. Потому что по городу я хожу каждый день. И всегда ищу что-то, стараюсь, по крайней мере, найти что-то новое, что-то интересное. Я уже облазил, несмотря на свой возраст, облазил даже те места, в которых я не был в детстве даже. То есть я сейчас для себя открываю многие очень интересные места в нашем городе. Выставка «Фотомир» Вячеслава Гаевского будет проходить до 20 ноября 2019 года. Вход на нее абсолютно бесплатный. Максим Козлов, Владимир Бижонов. Видное ТВ. До Нового года осталось меньше месяца. Но в воздухе уже витает ощущение грядущего праздника. Улицы Ленинского района украсили еще в конце ноября. Установились живые искусственные ели, новогодние фигуры, светодиодные арки и декоративное освещение. Темнеет уже рано, но благодаря новогодней подсветке на улицах светло и нарядно. Что думают о праздничном убранстве района жители, узнала Екатерина Борисова. 1 декабря в Видном прошел традиционный парад Дедов Морозов и торжественно зажглись новогодние елки. Всего в городе украшено 8 елей. Две из них живые. Главную районную новогоднюю елку установили традиционно у кинотеатра «Искра». Высота ели – 18 метров. Хвойные красавицы и новогодний декор появились также в поселениях Развилковская и Горки Ленинские, в поселке Измайлово, в Молокове и Купеленке. Светодиодные арки и новогодние фигуры, декоративное освещение элементов фасада зданий и уличные переливающиеся гирлянды – когда включается вся иллюминация, жизнь, кажется, только начинается. Мы поинтересовались у жителей, что они думают о праздничном убранстве района и есть ли у них новогоднее настроение. Все красиво, видно, украшено, все заметно, уже праздник приближается. Мне очень нравится, очень хорошо. Вот с внуками гуляю, радуюсь. Есть ощущение праздника? Есть. Мы уже у елочки сфотографировались, правда, в коляске. Да, ощущение праздника. Сегодня гулять не по городу, а сюда. Да. Музыка достаточно привычная. Здесь цивильно, здесь со вкусом и здесь хорошо просто. Новогоднее украшение сделали нам. Очень нравится. Очень хорошо. Красиво. Красиво, да. Благородно. Очень нарядно и радостно. И ребятишкам понравится, и взрослым. Всем молодцы. Большое спасибо администрации. Очень красивая елка на площади Советской у нас. Очень. Сегодня она вообще была волшебной, потому что снег за ночь. И вот эти снежинки, и белый снег, и она так красиво светилась. Просто прелесть. Есть ощущение праздника? Да, есть ощущение. Очень хорошо, все нравится. Вот первый раз сегодня катаемся с горки. Мне очень нравится. Здесь все так по-новогоднему выглядит. Для детей одно удовольствие. Больше всего мне нравятся здесь горки. Вся такая новогодняя атмосфера. Украшения, елки. Мне больше всего нравится вот эта вот аллея. С сарочками подсвечивающимися. В прошлом году она тоже была, и вот в этом. Очень красиво. Яблочко вот это. Посмотрите, какая красота. Мне очень нравится. Детям, главное, нравится. Праздничное настроение. В этом году многие объекты в Московской области оформлены в единой стилистике. Фирменный красно-белый гамме проекта «Зима в Подмосковье». Его логотипы можно встретить и в Ленинском районе, на общественном транспорте, в парках и на фасадах зданий. Задача проекта – рассказать жителям и гостям региона о самых интересных местах Московской области, где можно увлекательно провести зимние праздники и выходные. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» состоялся матч в рамках Кубка Европы по баскетболу. «Спорт энд Ка» сыграла с польской командой «Гожув», которая месяц назад на домашнем паркете смогла одолеть видновский коллектив. О ходе ответной игры расскажет наш корреспондент Арсений Рогозянский. Инициативу в стартовом периоде игры взяли гости площадки. Уверенные подходы к кольцу и стабильная игра в защите помогали польской команде лидировать. Генеральный директор «Спорта энд Ка», заслуженный мастер спорта по баскетболу Анна Архипова фон Калманович по ходу матча подсказывает игрокам. Спортсменка такого уровня знает как сильные, так и слабые стороны своей команды. Я еще не смотрела статистику, но очевидно, что мы не добрали своих стопроцентных очков и, конечно, очень много пропустили в первой четверти, это 28 очков. Я думаю, если мы усилим защиту и улучшим качество нападения именно в процентном отношении тех возможных атак и реализованных, я думаю, картинка выровняется. Кирилл Музалевский вместе с сыном Тимофеем приходят поддержать «Спорту энд Ка» не так часто, как бы им этого хотелось. При их присутствии, считают они, видновский баскетбольный клуб неизменно побеждает. Однако в этом матче не помогли даже самые фартовые болельщики команды. И проблема вовсе не в потере удачи. Польский Гожев – команда не из простых. Мне кажется, что нам нужна лучшая защита. Видно, что команда у соперников сильная, у них передняя линия очень сильная, мощные центровые, мощные форварды, наши с ними не справляются. Настроения болельщиков после первой половины игры были разными. Одни переживали за не самую уверенную реализацию моментов, а другие видели в 14-очковом отрыве тактический маневр тренерского штаба. Во втором, у меня команда очень у них, сильная команда. А сегодня что-то у нас не идут броски, вот в чем дело. Не, я думаю, все нормально, это просто стратегия такая, то есть все так и задумано. Вы уверены в этом? Да, сейчас поляки расслабятся и наши врежут. Наши баскетболистки неудачно провели только первый период встречи. В последующих отрезках матча команды играли во многом на равных. И все же польским баскетболисткам и на этот раз удалось отстоять победу. Итоговый счет матча 68-83 в пользу гостей. Поквитаться за обидное поражение в Польше видновскому коллективу не удалось. Спарта НТК отчаянно неслась в атаке, однако опыт зарубежной команды был значительно выше. Шансы на выход из группы у российской команды все еще есть. Арсений Аргазянский, Егор Хлябич, Видное ТВ. В нашей традиционной рубрике «Афиша» ее ведущая Анастасия Воронина расскажет, куда пойти в выходные дни и как с пользой провести время. Настя, привет! Ждем от тебя интересной информации. Привет, Татьяна! Каждые выходные жители Ленинского района радуют интересными мероприятиями. Так и в этот раз будет организовано много творческих встреч и захватывающих игр. Сейчас расскажу обо всем подробнее. В историко-культурном центре открылась выставка «Фотомир» Вячеслава Гаевского. Прийти и посмотреть на творческие работы может любой желающий до 20 января. В субботу в 11.00 музей-заповедник Горки Ленинский приглашает всех на развлекательную цирковую программу в гостях у Карамельки и Бантика. В программе зрители, достигшие трехлетнего возраста, смогут увидеть эквилибристов, эльзионистов, жонглеров и, конечно, веселых клоунов. Билеты можно приобрести в кассах музея. А в полдень в Центральном парке Города Видное пройдет традиционная программа выходного дня. Приходите всей семьей, будет интересно. В Центральной библиотеке Города Видное состоится встреча с интересной личностью, известным и всеми любимым актером Сергеем Никоненко. Начало в 16.00. Не упустите возможность, приходите на встречу с актером. Все пришедшие смогут узнать все про творческий путь актера и задать ему интересующие вопросы. В воскресенье в 12.00 в районном Центре культуры и досуга будет организована игровая программа для детей дошкольного и младшего возраста «Зимний пейзаж». Здесь же, по многочисленным просьбам зрителей, Золотой театр еще раз покажет спектакль «Алиса в стране чудес». Приходите в час дня и погрузитесь в атмосферу доброй сказки. В этот же день в 14.00 в музее-заповеднике Горки-Ленинске будет организован квест под названием «Герои среди нас». Принять участие можно при условии, если команда будет состоять не меньше, чем из пяти человек. А всех любителей активных выходных в 9 декабря приглашаем на районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». Захватывающие состязания начнутся в 10 часов утра. Приходите, будет весело. И в заключении о кино. В кинотеатре «Искра» в рамках традиционной акции «Киносуббота» в 11.00 состоится показ военного фильма «Большая земля». А также в прокат вышел приключенческий боевик «Робин Гуд. Начало». Ветеран крестовых походов «Робин» из Локсли и его командир «Мавр» по возвращении в Англию видят, что родная страна погрязла в коррупции. Вместе они решают изменить положение дел и запускают маховики массовой революции, в центре которой окажется загадочный разбойник. Взрастное ограничение 16+. На этом у меня все. Думаю, что из моей афиши каждый найдет развлечение на свой вкус. А ты как считаешь, Татьяна? Спасибо, Настя. Думаю, что кому-то определиться с выбором будет непросто, а мы с семьей пойдем в воскресенье во дворец спорта, чтобы стать одним из участников соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья». И расскажу о погоде. В субботу давление в Подмосковье подрастет до 751 мм ртутного столба, что на 5 единиц выше нормального. Ночью подморозит до минус 10 градусов, а днем ожидается такая же температура, как накануне, то есть от 5 до 7 градусов мороза. Местами слабый снег. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Смотрите телеканал «Видное ТВ» и будьте в курсе всех событий Ленинского района. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»